Антон, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Максим, я специалист из Академии АУФИ. На пару минут звоню. Удобно разговаривать? Отвлекаю. Откуда вы звоните? Академия АУФИ. Наша академия на основании лицензии на образовательную деятельность занимается обучением и консультированием в сфере грамотного инвестирования. Вообще, направление данное знакомо вам? Первый раз слышу. По инвестированию? Да что вы что-то. Сами-то уже перешли на инвестиционные счета или по старинночке банковскими вкладами пользуетесь? Я первый раз слышу. Сказывайте, что это. Что именно? Инвестирование? Конечно. То есть вы сейчас серьезно не шутите, я правильно понимаю? Ну, я вам уже серьезно несколько раз повторял. У меня такое ощущение, что вы не понимаете вопроса, да? Я понимаю ваш вопрос. Просто для меня немного удивительно это. Потому что инвестировать можно во все, грубо говоря, даже банковский вклад этой инвестиции. Можно инвестировать в различные ценные бумаги, покупая их. Вот, сохраняя так деньги от инфляции, например, зарабатывая как дополнительный доход. Вообще, рассматривали бы себе такое для себя? Да, я говорю, я первый раз слышу такое. А что это такое вообще? Что за инвестирование? Я вот просто реально даже не понимаю, что это. Инвестирование – это вложение денег в какие-либо активы, акции каких-либо компаний, например. Тоже банковский вклад – это вложение денег. Вы кладете деньги за проценты в банк. Каждый год они вам выплачиваются. Интересно. У вас какое образование? На кого я учился? Образование какое у вас? Лично у меня или про что вы спрашиваете? Я немного не понимаю. Ну, когда я спрашиваю, у вас какое образование, оно имеется в виду лично у вас или у кого-то другого? Ну, смотрите, можно вопрос по-разному понять. У вас какое образование, в смысле, какие услуги образовательные вы предлагаете? Либо же, какое личное у меня образование? Поэтому я и уточнил. Нет, ну, я, например, знаю, какое у меня образование, а вы, так понимаю, не знаете, какое у вас образование, потому что… У меня образование высшее. Закончил АГПС МЧС. Что такое АГПС? На инженера. Академия государственной противопожарной службы МЧС России. Интересно. И чему вас там учили? Пожар тушить? Нет, на инженера учился. Судебная экспертиза. Судебная экспертиза. Судебная экспертиза. Технические вопросы, да? То есть там была кафедра «Судебная экспертиза». У меня в детстве была любимая книжка «Судебная психология». Там как раз вот были такие моменты интересные. Проходили же, наверное, если судебной экспертизой занимались, да? Ну, у меня пожарно-технического профиля было. Что-что? Пожарно-технического профиля. Ну, грубо говоря, инженерный. Ну, судебная экспертиза, она же обязательно включает в себя судебную психологию. Судебную психологию? У нас была судебная психология, так как у нас какая была задача, по сути. Мы решились бы и приезжали, поговоря на пепелище, и устанавливали, почему произошел поляр. Примерно такая работа у нас была бы. Но судебная психология, она все равно входит в состав вашей кафедры. Вот смотрите, например, там очень простой пример для первого класса. «Обожженное тело найдено в кустах». Кто убил это тело? Это самый простой вопрос. Вот так вот, да. Кто это тело туда подкинул? Как оно там появилось? Мертвое тело, обожженное, найдено в кустах. Это первый вопрос. Обожженное, да, обожженное. Первый вопрос по судебной психологии. Давайте мы сейчас пройдем с вами. Узнаем, насколько вы учились в этой академии. Это вообще элементарный вопрос, на самом деле. Он самый простой. Антон, какие вопросы сейчас по судебной психологии, если я вам позвонил? Вы мне врете. Вы не учились в МЧС, потому что, когда обожженное тело найдено в кустах, по судебной психологии убийца женщина, жена или близкий родственник. Все. Вы не учились. Вы врете. Нагло врете. Давайте продолжим. Уже становится интересно. В основном технически. Я получаю удовольствие, когда мне врут. Так что давайте продолжим технически. Да, не вопрос. По технически мы тоже можем вам задать пару вопросов. Отлично. А можно вот вопрос вам задам? Да. Мы немного отошли от темы нашего разговора. Значит, вы мне сейчас рассказываете про финансирование, какие-то инвестирования, еще что-то. Я вам сразу сходу задаю вопрос. У вас какое образование? Вы удивляетесь, что я про финансирование и инвестирование еще не знаю. Я вам сразу задаю вопрос. У вас какое образование? Насколько знаю, чтобы заниматься финансами, должно быть экономическое образование. У вас, вы говорите, что вы учились на костер спать. Технические вопросы решали по поводу того, как пламя потушить. И вопрос, причем вы занимались судмедоэкспертизой. И первый же вопрос, который... Не медицинской экспертизой, не медицинской. Не путайте, пожалуйста, судебный экспертизой технического профиля. Мы с вами потом разговоры послушаем. Мы же пишем разговоры. Вы же понимаете это. Мы с вами послушаем и посмотрим, в какой момент вы обосрались. Ну так вот, продолжаем. Да, почему продолжаем? Вы начали говорить, что вы как раз занимались вот этой вот судебной экспертизой. Судебной экспертизой... Я не занимался, я учился. Учились, конечно, конечно, учились. А обучение, оно вводит в себя более расширенные понятия. Вы идете учиться, например, на какого-нибудь токаря, и вам зачем-то преподают литературу. Зачем вам литература, иностранные языки, когда вы идете токарем? Это называется расширенный. Любой обучитель имеет расширенный характер. Для того, чтобы... Антон, смотрите, я вас, конечно, перебил. Прошу прощения. Вы не можете меня перебить. Можете просить прощения бесконечно, даже умолять меня на коленях. Вот. По тому же причине, что вы позвонили на нестандартный номер. Если бы вы позвонили на тепловой номер, да, конечно. Ну, рассказывайте дальше. Что у вас там? Вы, значит, человек без экономического образования. Сейчас мне рассказывает про то, что экономические какие-то вопросы, что это должен знать каждый. Ну, давайте, продолжайте. Мне это интересно. Ну, как? Ну, что ты еще должен знать? Вы что не слышали про инвестирование? Я говорю, я не слышал про инвестирование. Сейчас банки все предлагают инвестиционные, да, перейти с банков. Во всех практических банках это есть Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк. Вы пользуетесь банками? Конечно, пользуюсь, только они не предлагают. Вот. Я поэтому и удивляюсь. Вы говорите, все банки предлагают, а я вот, например, от вас это первый раз слышу, что все банки. Ну, я пользуюсь всеми перечисленными вами банками. Отлично. И что-то вот ни разу не слышал, что они мне предложили. Ни разу не слышали про Тинькофф инвестиции. Я ни разу не слышал, что они мне предлагают. Вы говорите, что предлагают, я вам говорю, я ни разу не слышал, что они мне предлагают. Обычно предлагают, обычно предлагают, да. У тех, у которых есть банковские вклады. И, ну, допустим, вклады какие-то у кого-то есть, и все банки сразу предлагают, да? То есть банкам мало того, что сделали вклады, они предлагают еще вклады, я правильно услышал? Они предлагают альтернативу. Альтернативу? Банковскому вкладу, да. Инвестиционные фонды свои. Например, как Тинькофф Инвестиций может открыть брокерский счет. И торговать на фондовых рынках. Акции, облигации, любые ценные бумаги. И что эта торговая дает? Чтобы их торговать, им надо что, магазин какой-то открыть по акциям, по облигациям? Зачем магазин? Ну, а как? Вы скачиваете приложение, например. Давайте про Тинькофф, я его, конечно, не рекламирую, но просто самый популярный, наверное, потому что везде его сейчас, грубо говоря, популяризируют. Просто скачивайте приложение, вам доступ на две биржи. Санкт-Петербургскую и Московскую. Там можете покупать акции. Ну, допустим, купили акции по 10 рублей, продали по 20. А как там я продам по 20? Вы возьмете акцию за 20 рублей? Там же на бирже. Там же на бирже, когда цена вырастет. А, то есть нужно ждать, когда цена вырастет. То есть покупаешь акцию, нужно ждать, когда вырастет цена. А то вы говорите, покупаете по 10, продаете по 20. Я вот знаю с семечками, раньше такой бизнес был. Покупаешь мешок семечек, не жареных, жаришь их и продаешь. Потом стакан, то поцени мешка семечек. Вот, поэтому я не совсем понял. Так, вот я акцию купил, я должен пожарить, чтобы она стала из 10 рублей и 20 рублей стоить. Вот. Нет, акции растут и падают. То есть это нужно просто что-то покупать и ждать, да? Можно что-то покупать и ждать. В любом случае, по сути, есть покупка, есть продажа. Вот я смогу, например, хлеб купить, например, по 16 копеек, как это было в 80-х. А сейчас вот он у нас сколько хлеб стоит? Рублей по 20 с чем-то, да, там? Вот. Для 25 примерно. Да, я же смогу его продать, не протухнет эта акция. Ну, что значит не протухнет? Она может уйти в просадку. Если это считать как протухло, то да, может так протухнуть. Так а какой смысл тогда тратиться на такой скоропортищейся, не нужный никому товар? Ну вот, смотрите, например, купил ты банк тушенки. Прошло 10 лет, и банк тушенки это потерял в цене, потому что осталось от нее немножко металлолома, и дальше мусор. Вот вы мне назовите хотя бы одну компанию, которая более 100 лет, например, ну, имеет свои акции, и она их там продает, в оборот пускает и так далее. Вот, я просто не совсем понимаю, да? Получается, все компании тухнут. Да. Не слышно вас, вы что-то пропадаете. Да, да, что-то со связью. Что вы говорили более? Ой, вас что-то со связью. А, я не понимаю, вы крупная компания, да? Да, достаточно крупная компания. И денег нет на телефон? Почему? А я не знаю, у вас что-то со связью. Вот я, например, кому не звоню с мобилы на мобилу, проблем никаких нет. Звонят мне с работы, проблем никаких нет со связью. А вы звоните, и у вас какие-то проблемы со связью. Значит, в вашей компании нет денег на телефонную связь? Есть деньги, почему нет? Ну, а что ж вы себе связь нормальную не кучите? Это уже, скорее, не ко мне вопрос. Слушайте, вот я, скажу, я работаю в компании, в которой всего 150 человек. И у нас связь идеальная. Просто отлично. Да, и стоит она 3 копейки, она относительно бесплатная. Ну, как, было у нас, например, куча телефонных номеров, там, порядка 100 внешних городских. Мы их урезали, там, до 50, потому что не было никакого смысла проплатить, ну, за такое количество внешних номеров. А связь при этом не изменилась. А по одному транку у нас идет, ну, нормальная, как бы, телефонная связь. Там, более 200 линей в состоянии прокачать через этот телефонный транк. Вот, даже, честно говоря, более 250, но мы настолько не нагружали, мы проверяли максимальную загрузку 200, и у нас ничего не гавкало, не крякало. И связь эта совсем недорогая. Хотя компания, я вам еще раз говорю, на 150 человек, очень маленькая. Я бы сказал, микрокомпания. Вот, а у вас большая, крупная компания. Сколько лет вы уже, ваша компания работает? Четыре года работаю. Четыре года вы только работаете. А как компания называется? Я вот сейчас вот в интернет ворезу. Академия АУФИ. Давайте сайт продиктую сразу. Академия. А я в гугле поиски наберу, мне интересно. Хорошо. Академия чего? А-У-Ф-И. А-У-Ф-И. Ага. Да, да, да. Академия. Две буквы? Одна. А вот гугл-поиск предлагает, мне говорит, давайте две буквы. Ну ладно, нажмем искать место. Так, и что у нас значит здесь? Scholar.google.ru есть первая в поиске. Вторая в поиске. Honda.net. Третья. Ярогровуз.ru. Как так? Вот четыре года, и по ключевым словам, Академия АУФИ, ваша компания не гуглит. Что за причина? Академия АУФИ, первая ссылка. Вот, я только что загуглил. Да, вот, я тоже только что загуглил. Академия АУФИ, первая ссылка. Академия АУФИ, первая ссылка. Академия АУФИ, первая ссылка. Академия АУФИ, первая ссылка. Ну, вот, я вот тоже только что загуглил. И я вам говорю, что в поиске первые ссылки, первые ссылки, это не вы, это другие компании. Вот. А как вы говорите, ваш сайт называется по буквам? AcademyBusiness.ru Давайте по порядку. Первая буква какая? A-C-A Первая буква А, да? A, да-да-да Вторая буква S, как зовут, да? C, да. C, C, C И дальше? A D E M, Y B, U D, как буква Дмитрий, да? B, B, Борис Y, да? U U, нет, U, как И, русская Как И, русская, и дальше? S, как доллар А, и палка с точкой N, Николай E, 2 доллара, точка, ру E, 2 доллара, да? И две буквы S? Две буквы S, как лучше А, две буквы S, потому что я вот D, 2 доллара, точка, ру Так, давайте посмотрим Что у нас получилось Так, вот Вижу этот сайт Какой это сайт? Вот здесь вот номер 8800 А вы мне звоните с номер другого С какого вы мне номера звоните? Это номер нашей горячей леди Да я понимаю А с какого номера вы мне звоните? Вы знаете? Нет, не знаю О, вы не знаете С какого номера звоните? А называете себя Вот что вот Вы к этой академии Ночите? Так, интересно Но разве имеет С какого номера Имеет, конечно Вы должны знать Свой исходящий номер Если вы не знаете Свой исходящий номер Значит, вы по какой-то причине Скрываетесь Значит, у вас Динамический исходящий номер Значит, за вами кроются Какие-то темные дела Ну да За вами не кроются Никаких абсолютно Темных дел Можете, смотрите Зайти о компании Да, вот я сейчас Документы и акведиции Да У нас есть лицензия Вот, и ннн Все, а тут едешь 4 года, вы говорите На рынке, да? Да Ваша компания Заместирована 4 года назад, да? Да Угу Сейчас смотрим Лицензию Вот в июле 19-го Вы получили Только Угу А Лицензию Вы получили В июле 19-го Года, да? Да Это на образовательную Деятельность Она же не только Отдел обучения Сказать право Я вам звоню Угу Так, странно как Вы В 19-м году В декабре 13-го числа В 12-24 Зарегистрировали Ваш сайт Ваше доменное имя Зарегистрировали Вы его В Нидерландах А говорите Говорите, что Вы на рынке Уже 4 года Хотя Сайту У вас Получается Меньше Двух лет Да? Или больше Ну, не важно В любом случае Цифра 4 Здесь не пахнет Можно поподробнее С этого момента Очень хотелось бы Знать Посмотрите Мы Опять уходим От темы Нашего разговора Я предлагал вам Наши услуги Вам они Интересны? Актуальны? Ваши услуги Ваши услуги Будут актуальны После того Как мы проверим Вас на вшивость А вы Сейчас уже Вшивый Потому что Вашему сайту Менее Двух лет Да? Если он В декабре Девятнадцатого Года Зарегистрирован А сегодня У нас Двадцать первый Год Май То Полтора года Вашему Даже меньше Меньше Полутора лет Вот Это уже Говорит о том Что ваш сайт На рынке Не 4 года Обычная Компания Открывается Начинает С сайта Тем более Если она Ведет Какие-то Удаленные Там продажи Вот Ваша же Компания Получается Старый сайт По какой-то Причине Утратила Если вдруг Она 4 года Занимается Этим Вот И Забабахала Новый сайт Новый сайт Который По Ключевым Словам В поиске Ничего Находится На последнем месте В каком случае Поисковые системы Утаскивают Такие сайты На последнее место Знаете Я знаю В том случае Если компания На компанию Поступают Жалобы И она Ведет Недобросовестную Деятельность В интернете В этом случае Сайты Утаскиваются На последние места А могут Даже вообще Не инфицировать Вот И то что Гуголь Ваш А Гуголь Извините Это не российский Сервис Это не Роскомнадзор Даже вас Наказал А это Наказала Вас Американская Военная Кстати Промышленная Система Да Гуголь Поисковит Это военно-промышленный Американский Робот Вот Он вас Стащил На последнее место Только по той Простой причине Что вы Объябываете Людей А каким образом Вы объявываете Людей Мы сейчас У вас все узнаем Вы же говорите Что вы что-то Предлагаете Давайте по порядку Значит Вы Вот это Вот такая Обман с обучением Это как Это как Таксист Таксист Обмануть Запыть и не поехать С ним Не правда Хотите я научил Вас пользоваться Пистолетом Зачем Ну Смотрите Это будет вам Очень полезно Если вы Сможете правильно Учиться Пользоваться Пистолетом Вы будете Жить в достатке А у вас Будет все Хорошо В жизни И вы никогда Не попадете В неприятность Но с одним Условием Если вы Выстрелите себе В голову Во время Обучения То пистолет Остается у меня Как вам Такой вариант То есть Я сейчас Буду вас Учить Стрелять Причем Мы будем Стрелять С вами Из оружия Которое Вы абсолютно Законно Купите То что Вы напишите Небольшую Как это Называется Предсмертную Это записку Как она Завещание О том Что в случае Если вы Выстрелите себе В голову В момент Обучения Оружие Остается у меня Да И по закону Я становлюсь Его владельцем Я буду Вас учить Правильно Настолько Чтобы вы Выстрелили себе В голову А вы потом Мне расскажете Как это Так Во время Обучения Можно Сделать Так Чтобы человек Все потерял Ну Вы готовы Учиться Пользоваться Пистолетом По моим Инструкциям Но смотрите Человек Взявший В руки Пистолет Как бы Его Не учили Он не будет Стрелять В голову Из-за Инстинкта Самосохранения Как минимум Так я вам Все объясню Я вас Всего научу Все будет Хорошо И мы проверим Ваши инстинкты Самосохранения Давайте Вы готовы Вы мне Просто говорите Как так На обучении Можно Произвести Какие-либо Мошеннические Деньги Я вам говорю Это делается Очень легко Хотите Я вас научу Ездить На одноколесном Велосипеде Но только С одним условием Если вы Упадете То ваша Квартира Теперь наша Только смотрите Мы никаких Условий Не выдвигаем Конечно Вы не выдвигаете Условия Вы просто Заранее Направляете Туда Где все Эти условия Соблюдаются Нет Мы никуда Не направляем Наша Академия Никуда Не направляет Каждый Человек Может пользоваться Любым брокером Который Его устраивает Хоть Тиньков Хоть Альфа-банк Какой Хотите Хоть Сбер Абсолютно Любой Мосте Зарубежный Пользуется Ну Смотрите Давайте По порядку Вот Ваша Какая-то Хваленая Академия Давайте Посмотрим На Ее Финансовые Документы Да Финансовые Документы Это у нас Что Что Ну Как Что У нас Идет ННН ОГРН Конечно Государственные Регистрационные Все эти Как их Называются Данные Да И ННН У нас Номер Да Индивидуальный Номер Вот Налогоплательщика Да Вот Значит Соответственно Мы сейчас Пойдем оттуда Вы говорите Компания у вас Большая Сколько у вас Человек в штате Ну в среднем Я не говорю Прям с точностью До человека Ну Около Ста Может Больше Около Ста Может Больше Давайте По порядку Где я могу На вашем сайте Найти Реквизиты Сейчас Смотрим Документы Реквизиты Так Ага Вот Документы Реквизиты Так И ННН Давайте Заряжаем Найти Вот И У нас Появляется Вместо Академии Рафайзен Банк Что-то Какая-то Лажа Сейчас Подождите Давайте Я с вами Не Подождите Не Не Нет Давайте Я сейчас Попошаюсь Подождите Так Рафайзен Банк Смотрите Зачем Терять В свое время И вам В свое время Мы не теряем Что Мы просто Проверяем Вашу компанию Мы Вы можете Проверить ее Без меня А я вам Потом позвоню Не 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 Мы Давайте Уж Начали Так Начали Слушай Мы Зачем Нам Так Торопиться Не Так Уставной Капитал У компании Полтора Миллиона Сотрудников Числятся Сорок А вы Говорите Что у вас Их Около Ста Это Значит Шестьдесят Человек В этой Компании Не Работают Не Числятся Если Шестьдесят Человек Не Работают И не Числятся Это Называется Незаконная Предпринимательская Деятельность На территории Российской Федерации Смотрите Стажировка Те кто На стажировке Они у нас Никак Не Числятся Так Смотрим Тогда Услуги Компании Мы Сейчас Посмотрим Есть Стажировка Или нет Как Виды Деятельности Стажировка В течении С момента Как Приступили Стажировки Должны Быть Приняты На работу Как Стажеры Вот И Да Они Будут Получать Денежки Как Ученики И Числятся Они Будут Как Ученики Но При Этом В Налоговых Органах Они Числятся Как Полноценные Работники Просто С урезанной Ставкой Возможно Даже Они Сами Будут Платить Там Ну Как Да Хотя Самозанятые Да Нет Не Самозанятые Самозанятые Это Совсем Другая И Ваши Деятельности Ваши Деятельности Я Пока Не Вижу Учебно Производственной Деятельности То есть Вы Можете Конечно Наверное Обучать Кого-то Каких-то Клиентов Но Не Можете Обучать Своих Сотрудников У Вас На Это Нет Лицензии А Принимать Сотрудников На Работу Вы Должны В течение Семь Дней С момента Вот Этого Вот Ну Поступления Скажем Так Смотрите Я Этим Не Занимаюсь У У У Каждого Свои Обязанности Мы Вашу Компанию Проверяем Вы Должны Про Свою Компанию Все Знать Смотрите Я Должен Сейчас С вами Сидеть И Проверять Свою Компанию В которой Я Угодно Вот А Как Фамилия Вашего Руководителя Какого Имя Руководителя Не Задавайте Тупые Вопросы Лучше Отвечайте Из моего Отдела Или Откуда Я Не Задаю Тупые Вопросы Вы Уходите От От Вета Мы Теряем Суть Разговора Мы Теряем Суть Разговора Потому Что Я Позвонил Ознакомить Со Старшей Академией Вы Звонили Меня Ознакомить С С С Хотите Развести Меня Как Лоша Я Думаю Задавать Наводящие Вопросы Я Задаю Наводящие Вопросы Вы Охуели От Этих Вопросов И Начали Плыть В ответах Потому Что Вы Стажируетесь Объебать Людей Сейчас А Я Вот Знаете Как Не Стажируюсь Я Работаю С лохотронами Очень Интересно Мне Это Доставляет Масса Удовольствия И Приносит Деньги И Я Могу Скать Что Вашего Руководителя Фамилия Да Да А Вы Этого Не Знаете Вы Должны Были Ответить Сразу Как Только Вам Задали Этот Вопрос Видите Как Вы Я Знаю Руководителя Который По Этому НН А Вы Не Знаете Это Говорит О том Позвоню И скажу Вот Мне звонил Как Вас зовут Максим Меня зовут Вот Мне звонил Говорю Какой это Максим Могу я с ним поговорить И мне скажут Ой У нас много Тут Работает Людей Мы там Оставим На калл-центре Вам Перезвонят Вот Что Сейчас Произойдет И Все Это Это Будет Выглядеть Именно Так А Знаете Почему Это Будет Выглядеть Так Потому Что Ваша Задача Найти Людей Которые Будут Инвестировать В Какие Нибудь Торговые Площадки В Торговые Роботы Какие То Финансовые Свои Ну Финансовые Свои Да Вот Как только Они Вложат Эти Деньги Дальше Начинается Игра Либо В короткую Либо В долгую Если Человек Вложил Последнее Значит Игра В короткую Он На ваших Роботах Все Теряет И Все И Наверняка Переводить Он Денежки Будет Не В Тинькофф Банк Не Сбербанк Он Будет Переводить Денежки На Вашу Якобы Торговую Площадку На Какого Нибудь Дропа На Какую Нибудь Левую Карту Вот Так И Закончится Путь Его Финансов Есть Игра В долгую Когда Вы Знаете Что У Человек Много Денег Он Закидывает Небольшую Закидывает Сумму Или Больше И Снова Все Теряет Это Игра В долгую Вы Можете Передать Привет Очень Прекрасно Вы Можете Передать Привет Каналу Мошенники Звонят По Телефону Максим Нет Потому Что Мы Не Мошенники Мы Не Занимаем Толпой Да Как Я Рад На самом Вы Вот Работаете Говорящей Головой Мы Работаете Говорящей Головой Обучением Человек Выбирает Брокера Сам Вот Вы Работаете Говорящей Головой Почему Вы Сами Не Вложите Деньги Вот Сколько Вы Зарабатываете Говорящей Головой Денег Да Разве Это Важно Важно Сколько Вы Зарабатываете Деньги Говорящей Головой Мне Суть Важно Сколько Я Зарабатываю Это важно. Я Вас спрашиваю. Для кого это важно? Я Вам отвечаю, что я не буду говорить, сколько Вы зарабатываете, говорящей головой. Я же Вам сказал, что эту информацию я Вам говорить не буду. Ну как так? Вы же предлагаете заработать и не можете ответить на такой простой вопрос. Сколько Вы зарабатываете, говорящей головой? Сколько зарабатываю я? Конечно. Ну смотрите, зачем лезть ко мне в карман? Вот как зачем? Для чего? Если вы такой умный, покажите свои деньги. Вы нас обвиняете в чем? В том, что мы мошенники. Если вы такой умный, покажите свои деньги. Смотрите, если я такой умный, то я никому ничего доказывать не буду. Потому что в первую очередь нужно доказать себя. Это ответ тупого мошенника, который говорит, я ничего доказывать не буду, я просто сейчас позвоню другому, бою бы его объебу. Это ответ обычного тупого мошенника, который не справится, мошонника у нас, мошонки. Хорошо. Думайте как хотите, давайте не будем терять наше время. Это не я должен думать, это наши радиослушатели должны думать. Они сейчас удивятся, почему я не вывел вас на чистые воды и так далее. Ну, не честно говоря, я вот с самого начала, когда позвонили, почему-то хотелось болевануть в ответ. Вот я услышал какого-то долбоебика, который сейчас на маршруточку собирает денежку, чтобы доехать до дома. И вот работает он наверняка в Москве, Сисе. Вы с Украины, да? С Житомира? Я нет, не с Украины. Не с Украины? Сидите, Лефортово? Нет, не с Украины. Лефортово? Да, в подвале. Ну, в Судово, да, Лефортово, я знаю, да. Там недавно полцентр накрыли. Вот. А по Сбербанкам тоже пришли? Пластиковые продукты не просите там никого? Нет, зачем? Нет, ну как зачем? Антон, зачем терять время? Скажите, пожалуйста. Как зачем? Чтоб вы лоха не объебали. Ваше время нужно терять, чтобы вы не успели объебать лоха. До свидания, Антон. Хорошего вам дня. Ничего не могу вам пожелать. Субтитры сделал DimaTorzok